Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Маленький принц» писал, все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Евгений Лукьянов, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Беларуси, помнит. В первый свой день в Бресте вместе с руководителем города Александром Рогачуком он проехался, прошелся по знаковым местам областного центра. Все изменилось до неузнаваемости, что порадовало дипломата. А в школах, где учился, на Евгения Лукьянова нахлынули воспоминания. Я хотел увидеть вот то, что у меня осталось в памяти. Осталось очень немного. Но Гоголевский бульвар я узнал. Там я младшего брата катал на самках. Это я тоже помню. Там же рядом городской парк, куда я ходил кататься на коньках. И чаще вот как раз в ущерб прогулки с братом. Школа номер один, теперь гимназия номер один. Я узнал паркет. Это да. Потому что я его помню. По нему же ходил. Все остальное, конечно, все уже другое. Площадь, вот центральная площадь Бреста, мне всегда казалась огромной. Вчера по ней прошли, думаю, ну так как деревья были большими, а площадь стала меньше. И вообще, вы понимаете, детские отроческие воспоминания и сейчас, накануне 70-летия своего, в общем-то, трудно форматировать в какую-то логическую последовательность. Во время визитов его ждало множество сюрпризов. Один из них – архивный документ гимназии номер один о зачислении подростка Евгения Лукьянова в седьмой А-класс. С особым трепетом посол России посетил среднюю школу номер четыре. В Беларуси это была его первая школа. Учился он в ней всего полтора года. Но о ней у него сохранилось множество самых теплых и ранних воспоминаний. О том, как школа выглядела тогда, как проходили уроки, помнит ребят, с которыми учился и, конечно, учителя. Воспоминания у меня, как у Хвейлипка. У нас четыре парты стояли в одном помещении. Было четыре ученика. Первый, второй, третий, четвертый класс. Я в четвертом. Пока учительница их проверяла, одна учительница была. Я все домашние задания делал. Очень был хороший ученик такой. Всегда все выполнено. Все нормально. А потом мы парты раздвигали. И там по субботам, тогда была шестидневная неделя учебная, и по воскресеньям там показывали кино. Приезжала кинопередвижка. Кран. Ну, не просто, конечно, но все равно такой. Висячка. И танцы там были для местной молодежи. Одновременно использовалось для школьных нужд. Много воспоминаний, много впечатлений, много встреч уже было и еще будет. Дружеских официальных деловых. Брест всегда радушно встречает гостей. Особенно тех, кто некогда называл себя брещанином.